Наверняка каждый мальчишка, играя в детстве в песочнице, видел себя либо шофером, либо машинистом-экскаватором. Но не каждому суждено воплотить детскую мечту в жизнь. Алексей Клименко сделал именно такой выбор. Он родился и вырос в Бердске. После окончания школы решил освоить специальность тракториста. Затем была армия. Она и сыграла главную роль в выборе будущей профессии. В армии показали куда чего. Были права тракториста-машиниста. Ребята, что уходили, показали. Ну и все, и начал. Вот в армии полтора года и в Бердске уже 30 лет на экскаваторе. За годы своей более чем 30-летней работы в Бердске Алексей Клименко работал на различных предприятиях. Химзаводе, водоканале, коммунально-техническом центре и в последние годы в КБУ. И все это время бессменным оказывалась лишь техника, экскаватор. Хотя и она за эти годы претерпела немало изменений. Тогда-то, конечно, были экскаваторы. Ну, первый вот экскаватор у меня был 33-22 его. Тоже Тверской экскаваторный, Калининский был. Ну, конечно, по сравнению с этими-то это сказка. Что сейчас. А так-то это... Ну, объемы ковшей поменьше были. Там всего 0,5, а здесь куб. Ну, гидравлики тоже немного понимать начал. В наши дни специальность машинист-экскаватора довольно востребована на рынке труда. Однако немногие отдают предпочтение этой профессии. Молодежь, видимо, выбирает другие, более спокойные специальности. Ну, молодежь как-то не это, не просит. Все я знаю, я понимаю, а толку никакого нет. Я вот так вот скажу. Вот у нас их двое, что вот у меня напарник. Вроде и три года стажа, а не это. Такого нету, стремления, рвения в технике. Здесь нужна голова. Вот в нашей сфере нужна голова. Это не котлован, а мы копаем трубы, теплотрассы, вот это вот все, канализацию. Нужно работать аккуратно, все чувствовать. Коллеги тепло отзываются об Алексея Клименко. Говорят, что он всегда поможет или посоветует, как быть в той или иной ситуации. Когда поступило предложение о выборе кандидатуры на доску почета города, сомнений ни у кого не было. Алексей Станиславович был неоднократно награжден грамотами и от администрации, и от предприятия МУП КБУ. Всегда выходит к нам с предложениями, какими-то решениями, проблемы, еще что-то нестандартное тоже решение предлагает. И вот решили выдвинуть его на доску почета. Заслужил. Пожалуй, каждый человек, выполняя ту или иную работу, задумывается над тем, по достоинству ли оценивается его труд. А занесение кандидатуры на доску почета города является высшей оценкой труда. И заслужить подобное дано не каждому.